Виктория Уланова 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 В следующий период управлением рекламы в установленном порядке проводилась выдача и аннулирование дозволов на размещение зовущей рекламы, а также регистрация технических паспортей и вывесок. Кількость выданных дозволов за звездный период склала 438, аннулирована за звездный период 130 дозволов, технических паспортей и вывесок зареєстровано 368. За 2020 рік управлением принесено 7126 приписов про усунение истинствующих порушений в сфере рекламы и размещения рекламных конструкций и вывесок. Частина выявленных порушений была усунена субъектами господаврирования у добровольного порядка. Щодо порушений, которые усунуто не было субъектами у добровольного порядка, указаны у приписи строки. Управление реклами спільно с Комунальной установой Одессы реклама организовано и проведено заходы с демонтажем рекламных конструкций, размещенных с порушением вимог правил размещения зовущей рекламы в городе Одессы в новой редакции. Кількість демонтованных за 2020 рік рекламных конструкций склала 3972 одиницей. Також за 2020 рік КООДС реклама складена 1451 протокол про адміністративне правопорушення та притягнута порушників правил благоустрою території міста Одессы до адміністративної відповідальности у порядку до статті 152 Кодексу Україна про адміністративне правопорушення. Загальна сумма складених протоколів складає 229 670 грн. Внаслідок сплачених за складеними протоколами штрафів до бюджету міста надійшла сума 223 720 грн. Поряд з цим план надходжень плати за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів за 2020 рік управлінням перевиконано на 1 млн 423 тис. грн. Заплановано було 37 млн 500 тис. грн. Фактично до бюджету не дійшло 38 млн 923 тис. грн. Якщо порівнювати з 2019 роком, план надходжень плати за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів у 2019 році було перевиконано на 1 млн 762 тис. грн. При запланованих 34 млн грн. фактично до бюджету не дійшло 35 млн 762 тис. грн. За звітний період управління реклами спільно з комунальною установою АДС реклама прийнято участь в організації, розробці та подальшому інформаційному супроводженні ряду соціально-економічних програм міста, а також надана інформаційна підтримка загальноміським, святковим та іншим заходам, включаючи друк та подальше розміщення вказаної інформації. Таким чином за 2020 рік кількість розміщеної соціальної реклами та інформації з соціальної спрямованості склала 2291 сюжет або 91 одиницю. Звісно, що витрачено певні кошти для здійснення діяльності управлінням і комунальною установою. Так, для забезпечення діяльності управління бюджетне призначення склали заплановані 2 мільйони 456 тисяч гривень, фактичні видатки склали 2 мільйони 282 тисячі 955 гривень 4 копійки. З цього фонд оплати праці складає 2 мільйони 359 тисяч 600 гривень за планом і за фактичними видатками 2 мільйони 202 тисячі 441 гривня 4 копійки. На канцтовари заплановано було витратити 96 тисяч 400 гривень, фактичні видатки склали 80 тисяч 514 гривень. Що стосується утримання і функціонування комунальної установи Одесреклама в 2020 році, бюджетне призначення з цих питань склали заплановані 9 мільйонів 298 тисяч 800 гривень, фактичні видатки становили 9 мільйонів 56 тисяч 272 гривні, фонд оплати праці при цьому запланований був у обсягу 6 мільйонів 886 тисяч гривень, 624 гривні, фактичні видатки склали 6 мільйонів 301 тисяча 41 гривня. Використано 2 мільйони 392 тисячі 176 гривень, заплановано, перепрошую, для використання на придбання предметів, матеріалів обладнання іншого інвентаря, використано 2 мільйони 731 тисяча гривень. Демонтаж виконано на суму 1 мільйон 352 тисячі 209 гривень 59 копійок. Як же я вже казала, кількість виданих дозволів 438, діючих дозволів за період, що аналізуються, 6417, кількість припинених за 2020 рік склала 130 і кількість зареєстрованих технічних паспортів 368, кількість демонтованих конструкцій 3 972. Основну доповідь закінчена, будь ласка, готова відповідати на питання. Олена Денисюк, телеканал «Одеса.Лайв». У мене питання з приводу конкретних об'єктів на французькому бульварі, буквально всі на вулиці з такими рекламними конструкціями, подекуди шість підряд об'єктів або поодинокі білі банери. Чи є дозвільні документи на ці об'єкти, чи якось контролюється велика кількість рекламних конструкцій на таких історичних вулицях «Одеса»? Кількість конструкцій контролюється не тільки на історичних вулицях, звісно. В цьому полягає основна робота управління. Відслідковується наявність документів для розміщення. Якщо вони не мають місця бути, то демонтуються конструкції. А при оформленні дозволів на розміщення чи вивісок, звісно, оцінюється перенасиченість, чи буде вона мати місце при розміщенні в запланованому суб'єктом господарювання варіанті даних конструкцій. Це прописано правилами, що це є неприпустимим, і контролює і управління, і Департамент архітектури, в свою чергу, щоб не допускати перенасиченості. Конкретний об'єкт, звісно, інформації немає, чи є дозвіл, ну, зараз у мене немає, чи є дозвіл, чи ні. Якщо немає, буде демонтовано, звісно. І такі просто білі конструкції рекламні без всяких пізнаваних знаків, просто білі полотна. Чи це якось теж регулюється відділом реклами? Якщо немає сюжету, ну, в той момент якийсь часу, мабуть, ще не розмістили цей сюжет, а дозвіл існує. Чи якщо це конструкція стаціонарна, вона не повинна бути без сюжету, це 100% контролюється і надаються приписи, якщо сюжет не розміщено, за це надаються приписи. На французькому бульварі не готова відповісти, бо я не розумію, що це взагалі за об'єкти і на якій підставі вони там розміщуються. Треба конкретні адреси, правда? Так. Ще два коротеньких запитання. Хто сьогодні монополіст зовнішньої реклами у нас в місті? Ви маєте на увазі з операторів зовнішньої реклами? Так. Тих, хто отримує, певно, за це кошти, більше? Я вважаю, що немає домінуючого становища на ринку цих послуг, ні одного з суб'єктів. Вільний ринок, вільний доступ до ринку всіх, хто має займатися і вважається потрібне цією діяльністю. Я відповідаю, що немає монопольного становища у когось. І останнє питання, як контролюється встановлення сіті-лайтів на зупинках і що отримує з цього міський бюджет? Ну, ви зрозуміли, на зупинках такі... Зрозуміло, так. На зупинковому комплексі дійсно може розміщуватися вказаний рекламний конструкцій. Вони розміщуються також виключно на підставі дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Це такий же засіб зовнішньої реклами. І, звісно, за нього сплачується плата. Ну, конкретних цифр також я вам не надам зараз в рамках цього світу. Ну, звісно, що якась плата стягується. Добре, дякую. Будь ласка. Добрый день, Евгений Коган. Добрый день. У меня будет ряд вопросов. Скажите, первый вопрос касается вашего предыдущего ответа. Вы сказали о том, что не допускается перенасыщенность рекламных конструкций и прочего. Кто оценивает это, является оно перенасыщенным, не является... Ну, звісно, на першому этапі розглядаются документы управлением рекламы. Якщо мы можемо зробити такі зауваження, як правило, мы це робимо, не погоджуючи розміщення даних конструкций. И департамент архитектуры також. У вас есть специалисты, которые имеют право так оценивать? Или это оценочное осуждение вашего департамента, так сказать, является основой такого решения? Это оценочное осуждение, которое надано нашим фаховцам должностными инструкциями. Они у вас есть в штате? Так. И как они называются, если вы? Главные специалисты. Главные специалисты. Хорошо. Теперь, если можно, я пройду по положению департамента. Департамента у нас нет, перепрошу. И хочу получить ответы, каким образом эта функция, записанная с вашим управлением, реализуется и финансируется городским бюджетом. У меня такой вопрос. Так сказать, управление выполняет функцию рабочего органа, что регулирует размещение зовнішней рекламы и вывесок. Каким образом эта функция выполняется финансово? За счет чего? За счет бюджетных асигнуваний, які мы отримуем, и про какие я сегодня сказала в рамках бюджета, если вы это маете на увазе. Мы работаем, отримуем, в том числе, заработную плату. То есть это за счет средств заработной платы, и ваши специалисты непосредственно являются теми, как говорится... И керевники рабочего органа, которые принимают решение, как зазначено, о правилах размещения зовнішней рекламы. Хорошо. Пункт 2, 3, 1. Реалізация государственной и местной политики в сфере полипшения дизайну местного средств. Каким образом полипшение, у меня слово смутило? Ну, например, мы... Если можно конкретные примеры привести, чтобы нам было понятно. Мы были авторами змін, которые вносилися до правил размещения зовнішньої реклами в городе Одессе и были спрямованы на обмежение, например, размеру рекламных конструкций, которые размещаются в центральной частинии города. Кроме того, у нас есть по положению про управление и по правилам размещения зовнішньої реклами, есть возможность дать рекомендации за погоджением с интересными органами, что до вигляду рекламных конструкций, способов их размещения, так и иначе. Мы сейчас занимаемся разработкой певного виду рекомендаций, в том числе. Значит, все-таки улучшение дизайна местного средств сводится у вас только либо к стационарной рекламе, либо к вывескам, так я понял? Не тельки стационарной, фасадной такой же. Я имею в виду, так сказать, к объектам рекламы. Я к минимуму так. Хорошо. Вопрос такой. Вы уже сказали, что пункт 2.1.4, ваша организация является, координирует по святковому оформлению места и прочее, прочее. Вот можете привести конкретные примеры, допустим, подготовка к Новому году, во что вылилось городскому бюджету, подготовка к… Так, справа в том, что мы, когда это говорим, мы маем на увазе размещение социальных сюжетов на тему заходов, которые проводятся, в том числе, святковых, местом. Мова йде про це. Друг, размещение социальной рекламы, або сюжетов социальной направленности. Ну, тут у вас несколько шире трактуется именно в этом пункте то, что вы сказали. Тут написано, что организация социального форума места, организация работы за разробление и расповсюджение засобов солнечной рекламы, информации, социального… Ну, спрямования, информации… Я про это и говорю, так. Ну, это хорошо. Значит, в принципе, какие затраты были на это понесены? Ну, если у меня есть тут сейчас, я надам. Так, значит, могу ответить таким чином. Про надходжение в бюджет міста Одесси плати за тимчасовое користование местами для размещения рекламных засобов. Значит, за планом было 37 млн 500 тыс., 38 млн 923 тыс. фактичное надходжение, кількість размещенных сюжетов – 2 291 одиница. Ну, близко 13 млн 805 тыс. грн. недоотримано бюджетом у зв'язку с размещением социальной рекламы, бо вона размещается безоплатно. Давайте так, я спрошу таким образом. Якщо я вірно розумею ваше питание. Хорошо. Значит, для того, чтобы мне было понятнее, чтобы мы друг друга лучше понимали, скажите, пожалуйста, ваше департаменте и управление привлекает к своей работе с каких-то сторонних специалистов в вопросах, связанных с ее деятельностью, то есть получение каких-то консультационных услуг. Ни. Ни. Ну, как сказать правильно, не является ли этот сам пункер заиногенным? Потому что вы сами принимаете приоритет. Или каким образом эти решения принимаются? Расскажите, пожалуйста. Будь ласка, дивиться, у нас існує, наша діяльность унормована нормативными правовыми актами України. Так, нам дозволено розглядати, надавати відповіді, встановлювати приоритеты типовыми правилами Кабинету Министров Украины, законам Украины про рекламу, правилами розмещения зовнішнього реклами в місті Одессы, правилами благоустрою и то, что. Это не вычерпный перелик. Поэтому говорить про то, когда мы реализуем свои повноважения, что это какая-то незаконная деятельность, неможливо. Не, ну, я такую оценку могу дать действительно суд. Но я просто говорю, тут написано «основленные приоритеты». То есть, если на одном месте есть несколько заявок, от разных организаций, каким образом вы определяете этот приоритет? Ну, в таком, на моей памяти, такой ситуации не было ни разу, так? Я працюю в управлении с 17-го, в осенью 17-го року, но если бы выникла такая спирная ситуация, то, безусловно, мы бы отработали, разбиралися, ну, кто из субъектов мае право здействовать там деятельность, находиться, да, действительно, мае приоритетное право на размещение и отримание дозвола на рекламу. В рабочем порядке бы з'ясовывали, запрошивая, возможно, заявников, запитывая документы, но разбирались бы, безусловно. Скажем так, сегодня места, которые ваше управление рекомендувало бы для установления объектов наружной рекламы, оно каким образом не решается на конкурсной основе, к примеру? Нет таких предложений? Мы не рекомендуемо, мы не маем ни таких повноважений, ни не відповідного переліку вільных мест, например, и это не есть завданием управления, поэтому мы не рекомендуемо, не можем этого делать, вот это будет незаконно. Сам субъект предпринимательской деятельности является... Звісно. ...является... Инициатором... Да, так. А почему, как говорится, город... Потому что законодательство Украины так... Я закончу вопрос, если можно. Город не является инициатором, так сказать, выступить с предложениями по... Возможно, ваше управление бы сделало, скажем, там, где еще реклама не установлена, наиболее, так сказать, привабливых, я кто скажу, мест для размещения рекламы, и эти места не решать их при установлении того, кто будет там размещать на конкурсной основе. Таких предложений не было, я так понимаю. И не может быть, потому что это будет соперечить законодательство Украины, закону Украины о рекламе, типовому положению, затверденному Кабинетом Министров Украины. Это основный норматив, основный. Не исключеный перелик, но основные акты, которые не предбачают, смысл этих документов не предбачают ни конкурсной основы, ни втручание органов местного самоврядувания до формирования каких-то переликов, так и так далее. Речь идет о установлении мест, а не установлении, допустим, Немае підставки. Хорошо, это я не готов спорить, но выясню. Хорошо, еще вопрос. Вы занимаетесь той деятельностью, когда, ну, вы уже сказали, что демонтируете рекламу, выносите приписи, штрафуете. Каким образом у вас ведется ведется претензионная работа в вашем управлении? Претензионная работа здействуется... И сколько, как говорится, ваше управление выступало в судах, представительство судах, как обеспечено, если кто-то подает на вас? Претензионная работа. Претензионная работа. Претензионная работа. Ну, выносит же решение, допустим, от демонтажа, выносит же управление, а не коммунальное установление. Управление, но в данный час не оскарживается ничего. Ничего не... И с 17-го года ничего не оскарживалось? В данный час не оскарживается. В данный час не оскарживается. Мы говорим за прошлый год. Такие прецедентов не было. Не было. Хорошо. Хорошо. Тогда, ну, скажем, закончим один вопрос такой. Очень последний может быть, а может не последний. Скажите, мэр очень часто, много раз выступал против, как он считает, рекламы одного из субъектов, так скажем, строительного рынка, который размещает на своих объектах, как он кажется, рекламу. Ну, я не видел ни одного объекта, который у этого реклама была бы демонтирована за эти годы. Это с чем связано? Чему так голова миста реагует? Нет, вы хотите, чтобы я назвал эту организацию? В чем и питание? Пытание в том, что в течение ряда лет мэр заявляет публично, что, по его мнению, размещение на крышах зданий, как он считает, рекламой этой организации является противозаконной. И требует, чтобы она была демонтирована. Я поэтому спрашиваю. Я за эти годы не видел, чтобы хоть с одного объекта этой фирмы была демонтирована реклама. Эти объекты. Поэтому я спрашиваю. Деколька объектов, я не назову адреса, я розумею, про какую кампанию я могу ее назвать. Речь идет о Кадории. Действительно, происходили демонтажей рекламных конструкций, были, но, возможно, не эти крупные крышки, как вы их называете, но дело в том, что певная претензийная работа, судовая работа, она действует с этой кампаной департаментом юридическим, не управлением и не КУ. Поэтому я не могу коментовать это, потому что эта работа действует юридическим департаментом Одесской миссии. Если бы, как говорится, было решение суда, которое вступило в законную силу по силам вашего департамента, управления бы такая реклама была демонтирована, или, по крайней мере, вы бы выдавали припис, как мне кажется? Можливо. Можливо. Так. Ну хорошо. Будь ласка. Спасибо большое. Я напомню, в городском пресс-центре Одессит состоялся отчет управления рекламы Одесского городского совета о работе в 2020 году. Отчет представила заведующая сектором разрешительной документации управления Виктория Уланова. Спасибо. Дякую за увагу. Продолжение следует...